привет итак погнали продолжать трансляцию немного начал раньше чем хотел но что чтобы поделать значит я сбегал буквально в нкр прикупил немного батареек для кулака чтобы надавать очень сильно и больно по ушам ну и купил отмычки там сейчас будет просто тьма тьмущая людей враждебных но не уверен или получится у нас первого раза но погнали так ну на нас нападает тут сразу будем бить тут сразу кто-то наркоту короче хавают ужас сразу buff out ментант чё си так а нафиг так да да хоть сюда хлопчина давайте сидим мочи этих всех уродов так мы в глаза как бы эффективнее всего но по голове как видите не видите вообще если в голову бить то как бы чаще всего они идут в нокдаун молодцом ну тут я рекомендую как бы особо на рожон не лезть лучше стоять себе с бочку и потихоньку их дожидаться так один шел на бы эту мадам еще не хочется под перекрестный огонь вставать о блин я забыл нам надо сейчас я и дам по этим нужно психа принять психа нам дает 50 сопротивления к урону ну это довольно таки важно потому что никто не жалует подлещемся сразу вы думаете их я вынесу без психа стимпаков в принципе должно хватить так ну кулачные бойцы нам не страшны так я не знаю давайте мы все таки будем один прицельный давать и и два неприцельных вообще супер класс я я прям я доволен не смог его ударить сейчас хоть еще все тут джеки чан давайте сидим учет чувствуем то отлично так сразу с иванемся пойдем собирать лут так на патроны можно сразу отдать сейчас мы пособираем в общем посмотрим ну здесь и я бы не сказал что будет что-то сильно такого-то интересное и динамическое просто будет такой вот махач и не уверен или получится убить этого дыря на но мы попробуем однозначно попробуем тут в принципе для того чтобы узнать до 13 убежища нам не особо не обязательно как бы убивать но просто за него дают 6000 экспы и ну как 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 такое можно пропустить то так сейчас мы к с эти быстренько все по отдаем я могу патрон для дробовика потому что дальнейшем как бы в дальнейшем я хочу ему где-то приобрести либо купить либо найти панка джек хаммер и чтобы он с ним бегал оружие как как бы там ни было он сам будет помощнее конечно чем револьвер несмотря на то что у револьвера револьвер забирает на один ход меньше при стрельбе вот здесь есть потайной ход мы можем сюда пробраться нам в принципе и так нормально тут даже доктор есть но вроде хороший все равно посмотрим чего не вот он завалялась так чё нам скажешь то джонс ну и ранить но разумеется подлечил нас хотя травм вроде то и него возвращайтесь твоя дырин ну вот тут в общем дырин всех захватил держит их как бы в руке это доктор хорошим как бы помогает тем людям мы их как бы сейчас всех и освободим так 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 сейчас шлем другой банды который называлась хане они похитили одну девушку и звали танди и хотели получить за него и купе отцу то не понравился он нанял каких-то молодцов чтобы ее отбить дырин один выросли из той заварушки ну танзи сейчас вроде бы как бы она руководитель нкр и это персонаж еще с первого фоллаута а теперь у него паранойя что-то не хочет до него добраться плюс к тому навязчивая идея он спит и видит как бы отомстить и бифе меня похитили я ехал с города убежища универена хотел провести там полагожданный отпуск однажды вечером лег спать на утро проснулся связанным с кляпом во рту через неделю или около того и оказался здесь вот с тех пор тут живу говоришь ударенный из песик да у него есть собака лично считаю что сам огнусный серий фай тварь как бы только земля носила но она кажется любит дарина так что умеет так что раз умеет любить наверное не совсем уж и дрянь ладно бы фиг с тобой стимулятором у тебя все равно сопрем здесь какие другом любом убежище есть три этажа вот это вот один из них так мы сейчас перезарядим наш кулак и дернем психа вот вы получили 50 сопротивление урона это нам поможет не сдохнуть погнали на второй этаж а тут сразу нас встречают на двум с ними расправимся их тут много на самом деле вон тут два тут два тут еще один стоит гад кессаде нам поможет как-то как-то живучая блин ну вот психа нас как бы выручает очень прилично ах ты падла стимулятор нажралась ну мать их голову отлично так у тебя что что без оружия что ли так вот его пистолет ну на мои кишки ну в первую очередь естественно лучше валить тех у кого есть оружие а вот мы сейчас переметнемся на это все-таки это охотничья винтовка пострашнее будет 9-милитрового пистолета лучше их вырубить сразу я не хотел перезаряжаться сейчас ну хотя и так хорошо 59 довольно неплохо кессаде давай ну что такое ты пердум старый пистолет тихо отлично все идет короче как по маслу я думаю если у меня сейчас не в крите то мы им надаем без проблем а вот здесь можно починить починить свет короче станет светло и нам дадут так достаточно хорошо 3000 опыта по-моему так взвизнула как собака ох как я люблю это там еще один кандидат подбегает что кессаде притих я я я не понимаю что не нравится по глазам до свидос слушай я бы на твоем месте бежал бы отсюда вот что ты машешь еще две девки побежали у них есть оружие даже так чё у тебя есть там пистолет боевой нож так у тебя сколько осталось не понял что свеженький что ли раз кривой ублюдок ну зачем ты добиваешь лежащих ну ну фоллаут не та игра где женщин бить нельзя бить нужно и очень даже сильно так ну давай рыба моя есть 80 но это пока максимум который был у нас 80 урона один раз тут можно вот случайно они друг на друга кессаде этот мужичок набегает вот когда на кессаде такое желтоватый оттенок имеет 95 иногда можно случайно своему дать по шее вот 1800 опыта ну неплохо ну стимпаки тоже неплохо я не буду собирать эти пистолеты всякие там эти еще можно это мало трупов то на самом деле их тут больше было гранаты хорошо что они их не кидали плохо что нельзя тащить эти трупы потому что путаешься где кто лежит так узик заберем дигл тоже заберем патроны заберем все заберем так о супер стимпакт супер и деньги и нюшки так идем чинить эту короче фигату сейчас возьмем плоскогубцы где мои плоскогубцы пойдем играть технику вы никаких неполадок не работает и все ну давай науку значит применить нужно что что с ними когда-то произошло короткое замыкание аварийные выключатели сработали сработали но их заклинило в раздумку но в том состоянии возможно вы сможете высвободить их и восстановить подачу энергии так а где мои книжки яж почему не наука такая низкая то ли я что-то забыл то ли пропустил ремонт 20 а я психо принял елки ладно это сложнее чем кажется давай ремонтируй жопоты есть отлично так 3000 дали нам опыта совсем даже неплохо мы наближаем приближаемся кстати вот девятому уровню и соответственно мы сможем выбрать перк правда еще пока не знаю какой но посмотрим что нам предложат а вот это очень очень даже неплохой пистолет если ходить просто с холодным оружием как бы то на первое время это просто ну наверное лучшее оружие ну из пистолетов естественно не считая там дробовики интолки и так далее так читать мы книги пока не будем чтобы нам надо чтобы действие психо продлилось максимально долго так стимпаки кстати кстати тут можно сказать замутить один такой трюк сейчас попробую броня броня это хорошо а вот именно вот блин я уже почти перегружен то так что в туалет захотел чувак так у нас война тут так 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 это патроны пусть забирает свои патроны тоже так ключ карту забирай еще щит гиггера да я знаю нужно у меня нет ай-хай-хай-хай носит надо продать это противоядие сраные так сейчас я покажу вам скрестить еще можно сделать на него можно использовать джет то бишь винт он постоянно жалуется на так загрузить жалуется на сердце и как бы не выдерживает такого натиска так вот броня значит боевая броня мы ее наверное все таки ну оденем пока что в городе убежище восьмом о котором я говорил там есть брони импланты да вот тот доктор он как раз просит такую боевую броню то бишь для того чтобы нам вкачать все четыре ну не вкачать как бы а сделать все четыре улучшения брони импланты поставить нам надо четыре таких вот брони соответственно мы ее пока поносим ну но потом нам придется ее отдать и вы еще найти где-то столько же да и деньгами разжиться ну это потом мы деньги деньги не проблема я уже их как бы сам себе отдельно не эфире так набью так время просто не тратят на всякие там казино мы пройдемся посмотрим что у нас здесь есть так внизу как бы главарь что ли босс дверям с ним еще куча всяких чуваков модных я вот не уверен или у нас получится с первого раза его замочить но как бы оно в любом случае того стоит у него огнемет кстати огнемет одного чувака силовой костеп два автоматчика собака еще какой-то бездарь по-моему может и не так кстати неплохо бы мне подлечиться так 49 ламп достаточно так если битва так погнали так но здесь вот начинается самое интересное а я мать я забыл еще про эти здесь вот есть предбанники пять людей здесь вот справа это дырян я про тех говорил про этих я вообще забыл иди сюда дорогуша иди сюда дорогуша сразу в глаз и валим отсюда а опять у них буфаута слушайте наркоманы сраны а вот этот пацан кстати опасный у него этот рипер а это хорошо что он умер честное слово а рипер на английском он называется резак то ли в переводе я вот подзабыл короче это одно из самых клевых холодных оружий в этой игре так как электрический нож не понял ты чё стал то это плохо опа крит опа чирик так отлично сейчас покажу не понял куда он пропал у него нож был офигеть серьезно так это кто так подмога прошла у него рипер был серьезно нож это ерунда закончились боеприпасы так у тебя что так у этого охотничьей ружье у этого пистолет пулемет я думаю давайте пистолет пулемет вырубим и еще одна прибежала кобыль дурная раз слабенько есть один перк в начале игры но он больше для тех кто использует огнестрельное оружие он я не помню как он называется меткие глаз или чё то там в общем суть в том перка того что у вас огнестрельное оружие забирает на один ход на меньше но прикол в том что вы не можете вы не можете делать прицельные выстрелы но как видите как прицельные выстрелы не всегда критит то есть можно и так нормально надавать уровень получили пока не будем его качать вот и в принципе ну как бы можно с ним играть потому что вы просто с револьвером считаете он у вас будет забирать там не три хода так и сколько сейчас в обычном режиме он в прицельном забирает четыре по моему а так три а так будет вообще забирать два то есть вы сможете пять раз пальнуть с револьвера как бы ну я бы не сказал что это намного хуже а вот у этого был я бы не сказал что это хуже чем прицельный потрошитель он называется здесь так точно мы достанем батарейки нам они нужны урон у потрошителя 1537 даже больше чем у силового кастета но это холодное оружие но силовой кастет мы можем прокачать еще на уровень поэтому поэтому все равно лучше так отлично давайте посмотрим что у нас здесь лежит так ну патроны мне не нужны в принципе пистолет эти автоматы можно продать ну понятно мы их не возьмем так начинаем думать что выбрасывать а забирает этот автомат а вот эти запчасти надо компьютерную деталь убежишь 15 мечта компьютерная фанатика вот как раз за этими деталями нас посылали если бы мы пошли в НКР сначала нам бы дали квест на нахождение этих деталей мы можем туда потом пойти и эти детали установить в компьютер ну взять квест естественно так здесь у нас компьютер сейчас пока прокачивать ничего не будем для того чтобы игра не вылетела вам трудно получить доступ к файлам а это почему же не понял юмора не понял отключить силовое поле вы даете приказ включить силовое поле мы когда включили свет у нас там реально на первом этаже самого ключевого силового поля для того чтобы их отключать на них надо использовать ремонт чё-то науки не хватает офигеть ну трудно получить доступ к файлам да ты скажи мне чё-чё надо-то ну потом получим сейчас мы съездим на этаж и вниз потому что после получения уровня игра бывает вылетает но если сделать какую-то определенную манипуляцию то вылет не происходит а если что науку в принципе поднимем хотя должен надо их замочить пройдет тогда и подождать пройдет время действия психа и у нас как бы все статуи вернутся на места так сделаем два сейва 15 и еще раз заставимся на квик так ладно давайте посмотрим что у нас тут есть барахольщик нет не надо нам это по-моему оно на 50 увеличивает вес который мы можем перемастить больше критических ну этот бонус можно брать пару раз на 5 процентов я не знаю если мы дойдем до какого-то 24 уровня по-моему у нас там будет такой перк мясник у нас все будут удары критическими это вероятность в принципе до жопы бонус движения я взял в один раз неплохая штука пока бонус ракопашного урона на 2 очка больше урона при ракопашной атаки ну это вообще перк самый самый первый на третьем уровне он есть это нам не надо быстрый доступ ну в инвентарь можем зайти не за 4 хода а за 2 очка действия тоже не надо очень быстро восстановить силу после того как вас бьют с ног дерьмо верткость плюс 5 класса брони не так стоп сильно воровство нафиг загадочный незнакомец его тоже перенесли этот перк в третий фоллаут ну я так скажу что как бы я не любил третий фоллаут в нем этот перк он как бы более полезный чем здесь потому что вот во втором фоллауте от этого перка ну просто нет никакого толку честное слово здесь и сейчас ну это можно брать когда уже вот надо прям капец капец что-то вкачать и у вас не хватает скиллпоинтов когда берете нам не нужен игра игрок нафиг находит дополнительные монеты при случайных встреч в пустыне а тут кстати я точно не помню но с этим перком связан какой то такой вот то ли баг то ли в общем суть в том что дополнительные монеты вы сможете находить только с трупов по моему если будете ну ходить с караванами и вот с тех бандюков то есть это абсолютно глюк этого перка был в том что вы не будете прям везде находить во всех там коробках во всех трупах то есть только при каких то определенных случаях ну опять таки лучше прокачать по моему если уж так хочется игрока и при высокой удаче срывать в казино кучу денег чем монетку там с трупов собирать ловушки успех успех удваивая это пизредит ловушку тоже в принципе в бане магнетичная личность и вы получаете возможность завести одного компаньона больше только не забывайте что больше пить это я вот честно не помню либо оно как бы добавляет плюс один привлекательности и имеет смысл если у вас привлекательность не четко брать этот перк ну хотя по идее он в любом случае должен разрешить вам взять плюс одного человека ну я не знаю пока я не хочу я можно взять этот перк для того чтобы переспределить вот один из главных навыков то есть мы к примеру можем забрать там без оружия или науку например забрать и поставить какой-то другой параметр но опять таки тоже не вижу смысла на особенно место и встретиться ухли ну кстати у нас не было еще ни одной случайной встречи это печально а вот и все как бы даже не знаю что сказать честное слово все как это короче какая-то херня давайте чипунус движения возьмем ладно еще один будем ходить дальше так прокачивать пока ничего не будем ладно все фиг с ним сохраняемся лечимся еще раз сохраняемся эти яблок поедим ничего не пропадает в инвентаре ну все похилились нормально так кэссиди кэссиди а тут надо как-то аккуратненько пока бой не начался куда-то свалить вот сюда вот ванную этого придурка надо забрать с собой и подзывать их вот эти чуваки вот они зелененькие они довольно таки опасные так и давайте мы кэссиди запихаем в сам угол давай давай вот что мне реально бесило в напарниках фоллауте 2 это то что они в основном всегда рвутся в бой как-то как бы плевать сколько там противников какие они насколько они сильные срать они на это все хотели можно попробовать плазменную гранату швырнуть если получится итак вот это и наконец надежда человечества каков болван ну что ж пока ты не начал занудно вещать сразу же тебе скажи меня это вот нисколько не интересует так что давай не будем брать время покончить с этим он куда-то убегает пять процентов минус три ай будь что будет минус пять не шивко то и много конечно но мы валим сразу отсюда короче пускай они подходят по одному но пока идет огонь по своим и это это радует так у кого тут силовой кастет шипованный кастет силовой кастет а кого покоцали тут же вылечились уже что ли так ну видите это неплохая способность в принципе которую я взял у нас сейчас есть дополнительные четыре очка вот ненавижу его за это просто понимать если его убьют ему придется загружаться я не хочу у нас есть плюс четыре вот этих желтых мы их можем использовать только на движение и ну это неплохо в нашем случае для рукопашного боя в принципе это вообще отлично потому что мы сможем провести полную серию ударов да еще и свалить нормально себе так что надо бы рукопашку вкачать да мне это бесит по глазам в семьсот процентов так спрячемся за кессиде ну ладно давай кессиде я в тебя верю не ну ладно он вроде такой вот безобидный на самом деле он может все так с этой пушечки своей нормально так раздать серьезно если бы не психа я думаю мы уже давно бы попрощали жизни так собака досталась давай иди сюда я не люблю убивать животных хотя мне и не придется так окей пошли шлепнем самого главного ублюдка я не понимаю это какая то версия игры такая ли в чем прикол ну с предыдущий раз я проходил он не убегал а здесь просто все явно так вообще текает ну на тебе сволочь шесть тысяч нам дали за него одним от брать не будем он тяжелый вообще прикольно как бы умирает под воздействием огнемета люди животные трудно доступ получить к файлам совсем тупые стали в принципе ладно мы можем подождать это нам пока это не горит вот есть груша если я не ошибаюсь в базе сиера мы можем с помощью такой груши себе поднять без оружия немножко на 5 по-моему так это мы заберем ладно кастер мы заберем у нас опять уже просто некуда вещи ложить я уже жалею что я взял миниатюрный срань собачья просто все забито уже там в принципе в пару журналов можно достать вот обычные стимуляторы не занимают ничего ну то есть они ничего не весят а вот эти весят по одному фунту а там их тоже как-то сильно много таскать не стоит ключ таким ключом забирай надо отдать вообще этот докторский саквояж нафиг он нашел его бестолком а хотя два фунта там не знаю нам нужен если у нас будут какие-то переломы там оно как бы добавляет к доктору немного так где-то чувак с саловым кастетом мы заберем у него батарейки так я-то не помню что что больше стоит то стоит ли разменивать например а ладно ну довольно просто все получилось честное слово хотя я сюда приходил вот я думаю что с обычным кастетом конечно было бы не все так гладко так так он забирает всю эту фигню так сэвимся ну и ждем пока пройдет действие психа потому что что-то мне кажется что с наукой 60 мы сможем так 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 вы получаете один так уровень облучения за что почему лучевая болезнь откуда так так интеллект 3 отлично наука на 60 а мы пошли читать нам трудно получить доступ к файлу да ты че издеваешься то офигеть офигеть так а ну теперь издеваются так вы входите в систему быстро сканируете все доступные файлы вы находите данные в ближайшие 13 копируете их в ваш пипбой ну вот так вот пару пунктов короче буквально я даже уверен что при 62 мы бы смогли прочитать и чуть не запоролись вот представьте если бы не было бы уровня нет уровня и все нет скиллпойнтов все тусующие книги либо качай уровень так ну здесь нам походу делать больше нечего все мы узнали где убежище 13 тусуем за геком наверх так доктор ай короче вот здесь если бы мы в один из компьютеров не залезли здесь было бы силовое поле желтое такое и мы бы не смогли через него пройти тогда нужно применять науку о стоп не наука ремонт вот на вот эту вот штуку и можно эти силовые поля на время отключать так а у нас тут походу уже и следующий уровень не за гора метро так погнали к этому заку скажем ему что все все окей это все тупо спасибо ну ладно так сейчас посмотрим бедерина спасти крисе ну ладно так гека решить проблему с электростанцией не сейчас разведать вернуться к старку модок так так вроде все окей кламат все окей ну в кламате и в дыре мы просто у нас по сути можно сказать нифига не выполнили туда еще вернемся обязательно вернемся так где этот кэсс где-то иди сюда торговать торговать на забирайте детали я не знаю мы можем зайти в нкр и попробовать прикупить панк риджик хаммер правда стоит там наверно хо 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 у нас что-то с этого и получится не знаю посмотрим так давайте жирно прочитаем окей ладно сейчас 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 заскочим я думаю в нкр все равно это по дороге кстати здесь у нас есть ложное убежище это реально убежище а где-то здесь вон выше есть ложное убежище мы можем его найти у одного чувака в нкр купить гладиск и узнать эту информацию там ничего нет ну на то оно собственно и ложное убежище в чем еще прикол до 13 его нельзя просто так обнаружить точно так же какие и радиоактивные пещеры то есть его нужно обязательно открыть так ну давайте нкр забежим тихо сразу покажу вам такую штуку вот у этих ребят зеленых есть бозов это такой тяжелый пулемет ну он офигенно мощный ну с ним как бы в основном все бегают те кто тяжелое оружие качают если бегают не с гранатометом то с бозором ну он просто всех рвет на части 15 патронов он выпускает за один залп 30 в обойме короче охрененная мощная штука можно даже один попробовать спионерить если получится короче много весит ладно вот этот карлик очень дико нервничает когда ты приходишь к нему с оружием и он даже может сразу напасть на вас да и вообще в инкарсе шуганами все боятся оружия так это не надо это патроны гаусс винтовки 762 есть автомат такой попроще бозора немного послабее не знаю ли он тут есть может и есть так а у некоторых торговцев вот как видите тут так что происходит а у некоторых торговцев есть вот несколько как бы шкафчиков то есть соответственно если вы зайдете к нему просто и нажмете торговать ну бартер то есть у вас будет только один перечень как бы товара то есть нажимаете просто на каждый шкафчик и откроется вот этот кнут который я говорил в кламате который был вы его только здесь находите ну это просто я говорил что это крутое холодное оружие ну до этого времени видите у вас уже будет рипер в принципе он покруче так это тоже не то так давай третий шкафчик вот такая штука есть легкий пулемет это можно сказать как бы это то назвать то есть он короче чуть чуть послабее ну не по чуть чуть ну он слабее как бы бозера то есть сначала по идее должны найти такую штуку с ней повоевать потом уже находьте бозер ну в нашем случае как бы мы нашли сразу бозер так а вот это тоже неплохая штука ну и с ней мы бегать не будем пулеметы всякие ну вот это легкое оружие кстати а вот это уже идет ясен пень тяжелая миниган мститель ну самый-самый-самый-самый такой обычный миниган а вот это вот херень хэклерен кок стреляет вот этими цветными патронами оружие неплохое ну довольно таки редкие патроны я бы сказал что наверное даже более редкие чем гаусс патроны так что тоже как бы на вкус и цвет кто с чем привык бегать здесь я вот про эту штуку говорил патроны свои сраные можно забрать а вот это очень-очень крутая вещь не знаю получится ли у нас чего тут насобирать так броню наставляем а я смотрю что даже очень сильно получится это хорошо давай все деньги ну ладно давай же патроны тогда все равно еще 686 окей так это радует это хорошо так кэссиди вали отсюда вали я сказал ну упертая скотина на я тебе тут подарочек купил так забирай можно сразу вот нажать лучшее оружие и он его возьмет ну я пока не буду спешить хэн сам подумает захочет возьмет тут тоже есть кстати работорговцы потом сюда придем уже не сейчас идем искать гек так что-то случилось тут а тошнит меня так последний родовой елки это не смешно не смешно ладно сейчас найдем тихо так сейчас и ланемся где-то здесь вперед вы провели 2000 опыта за обнаружение ближе 13 вот так вот так ну и здесь вроде тихо мирно никого нет бум не бойся меня человек я грудь орвожак это стая когти смерти зачем ты здесь ну здесь вот поселились когти смерти ты не принимай извинения видимо у тебя проблемы с интеллектом ты не угрожаешь ни мне ни стае тебе рады в этой безопасной гавани закрытая от внешнего мира не причиняя никому зла не создавая неприятности те всегда будут рады здесь ну вот как бы в общем с ним можно поговорить про этот гек и он конечно же скажет что его поищет у себя тут на складе но для него нужно будет выполнить квест и починить компьютер внизу но на самом деле этот гек можно без проблем спереть как бы но по идее тут когда идет с ним диалог с нормальным интеллектом тут идет проверка на взлом и как бы с одной стороны не рекомендуется взламывать двери без высокого без высокого параметра скрытности потому что вас как бы спалят и сразу же накажут но я вот взламывал эти все двери с и вот где у меня там взлом взлом 30 плюс отмычки никто меня не палил короче компьютер можно не щенить только для того чтобы набить себе какой-то опыт конечно же тут очень много можно поговорить с ним если иметь нормальный интеллект но я думаю мы это как бы пропустим так что у тебя есть ничего это ни хрена у тебя нет тоже мне доктор хотя у них нет голосовых связок они имитируют человеческую речь примерно так как это делают попугаи как именно они это делают я еще я еще не выяснил так что больше сказать не могу в социальном плане они клан с очень жестким кодексом этичных принципах их вожаком является до доминантный смс альфа который проводит правит со всеобщего согласия не исключительно верны стаи расцениваю как семью вместо того чтобы подобно людям заводить свои собственные ну и нормально чё ну то мы сейчас как бы про когтей смерти говорим вот как ладно идем так вот по идее то есть мы должны побежать узнать он просит наука узнаем в компьютере что там какая-то деталь сломалась ну естественно идем ее искать деталь находится в двух местах одна у торговца в нюрина можем ее купить вторая деталь в городе убежище просто так за одной из закрытых дверей которые я говорил именно уже непосредственно в убежище сейчас секунду то есть мы можем ее взять там но там нужен по-моему взлом навык взлом высокий кстати здесь как бы тоже по идее говорят что нужен навык взлома где-то в районе семидесяти для того чтобы достать этот гек я вам сейчас покажу вот у меня взлом сколько 30 плюс отмычки и все прокатит то есть мы сможем гек взять просто так и есть еще один нюанс если мы починим компьютер и сдадим квест вот этому вот грудь 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 хориган и тут всех порешит короче и будет всем хандец и соответственно как после прохождения игры фоллаут это отобразится в истории потому что когда мы проходим игру полностью убиваем этого хоригана нам еще как бы история каждого города она по определенному направлению развивается и мы об этом также узнаем что где стало лучше где хуже где мы счет там помогли где мы наоборот навредили и так далее то есть варианты чтоб убежище 13 осталось целым ну мы можем починить компьютер но не сдавать ему квест ну либо мы вообще не можно в принципе не чинить компьютер вот ну сейчас покажу мы скомуниздим я думаю все равно отремонтируем а ну можно сюда не возвращаться в принципе можем починить например компьютер сдать квест ну тогда сюда не возвращаться и в конце игры как бы нам скажут что с убежищем 13 все хорошо а если мы сюда придем то тогда тут все будут мертвы и о нападении мы узнаем также из компьютера так тут какой-то монах стоит плохо есть одна классная встреча с монахом который нам задает кучу вопросов и это отсылка какая-то там к мунтипайтону короче можно ответить два раза правильно на его вопрос а на третий вопрос ответить вопросом и он короче взорвется у него есть мантия вот такая вот с него выпадает она по статам вот точно такая же как эта броня только легче блин в три раза ну пока мы его не встречаем будем бегать в том что есть все равно мы эту броню отдадим на имплант тоже думаю в следующем мы для начала возьмем гек наверно сгоняем в нюрина возьмем этот голосовой модуль взломе качать сейчас не хочу хотя сколько у нас там 32 на до 62 можем поднять мало сгоняем нюрина возьмем это там кстати вот этот голосовой модуль можно купить но когда у вас низкий интеллект он как бы тоже покупается но немного иным способом покажу прокачаем кулак тоже покажу вам где мужик ну мы верим в нюрина ненадолго остановимся буквально говорю мы сбегаем хотя ну давай нам будет в нюрина еще ладно потом гордон и смотрите это часовня мы в нюрина ничего делать говорю не будем только заберем голосовой модуль прокачаем кулак и и все это по дороге наверное как раз забежим часовни я вот не помню если с нормальным интеллектом можно ли у него что-то разведать интересного давайте почитаем а ну а то часовня нашему предку красиво я сразу вспомнил там будет смешной разговор с нашим шаманом да ну ты тут так когда вернулся кукти смерти уже были здесь нет нужно говорить что я был потрясен впрочем я убежден что они не виновны в том что произошло с остальными обитателями убежища если вам потребуется больше информации по этому поводу отыщите в библиотеке гориса горис это тоже коготь смерти он в таком как бы плаще что ли с капюшоном и его можно взять с собой в команду но в нашем случае например когда мы все подняли привлекательность с помощью ментантов и взяли кэссиди и когда у нас опять привлекательность упала до одного кэссиди не уходит горе свалит если привлекательность упадет и скажет что у него какие-то там стаи его зовет какие-то проблемы ему нужно их порешать такие дела когти плохие ну в общем они как бы тут был вирус как понятно было в первой части и с помощью этого вируса как бы начали мутировать все существа в том числе и супер мутанты так появились когти смерти летуны всякие там кентавры и так далее то есть тут тоже когти смерти есть более разумные которые эволюционировали и тупорылы которые нападают на спустошек точно то же самое с мутантами по сути только мутант еще умеет оружием пользоваться так что у тебя есть не знаю может взять два ментанта слушать и взять маркуса еще себе а стоп я не смогу только так будет нам надо будет наверное модуль памяти сначала найти вставить его так вот здесь вот здесь нас говорят что нас спалят ну я не понимаю то ли я дурной то ли лыжи не едут ну то есть тут тут вообще все без проблем взламывается никто тебе еще не говорит ну давай есть нищики всякие а я же все продал класс я думаю откуда у меня место столько пушки а еще одна броня это хорошо мы себе сразу сможем два импланта поставить ну и здесь по моему у нас гек да вот он 4000 всего лишь нам за убийство этого кута дэрина нам дали 6 а тут 4 только что такое генератор демских кущ компактный тут перевод короче дурацкий но стандартно оборудование всех убежишь волтэк гек источник восстановления цивилизации после бомбардировки просто добавь воды и перемешаем ну прям как юпи ладно мы еще обыщем все контейнеры вот все легко ломается никто тебе ничего не делает так докторский саквояж так давайте тогда эту аптечку оставим тут есть предметах то есть есть их несколько разновидностей есть отмычки вот есть такие отмычки не дают плюс 10 есть электронная отмычка дает плюс 20 взлому то есть есть также такие вот аптечки дают плюс 10 доктору саквояж дает плюс 20 плоскогубцы дают плюс 10 взлому супер инструменты которые мы потом заберем у валерий городе убежище который мы принесли гаечный ключ и плоскогубцы дают плюс 20 к ремонту кстати то валерия она есть дочь века если его привести они там начнут болтать по-моему они даже в ссоре их можно как-то померить вот там находится самка то на яйца тут откладывает короче размножаются они ну естественно просто так нас туда не пустят вот он чип еще один навигационного компьютера что на них написано посидон ойл и навигационный центр подсказывает вам что не подходит для навигационного компьютера компании этот чип нам нужен для части нужны нам для того чтобы запустить танкер в сан-франциско для того чтобы поплыть на базу так сказать навара но с низким интеллектом у нас будет один приоритет и наута чип по сути не нужен будет так но с ним тут можно поговорить можно почитать да закален непонятно о чем я говорю да закаляют стали не меня ага что ж ваша икью наверняка меньше размера ваших ботинок у вас наверняка есть качество которое позволило вам выжить в этом мире до сих пор попробуем так моя хотеть уйти отсюда моя хотеть идти с тобой хорошо он сам предлагает свалить давай мне очень жаль иван болван но в вашей группе слишком много людей я подожду пока освободится вакансия окей вообще можно его взять с собой он сам напрашивается причем перешел так сказать на наш язык а вот этого момента я что-то не не понял какие люди как дела он был надеюсь вы сквате у вас все прошло удачно твоя делим я помню твоя помочь а это мы ей помогли 15 убежища когти это как трактор да, моя бояц откуда твоя здесь да, моя боясь вот понятно такая вот история твоя пленник нет я здесь поставить собственной оли мне здесь нравится ладно почему твоя так озираться когда пропустила вас а это это я понял блин которая нас не хотела пускать там ё-моё туплю ссоре когда пропустила вас хватия нарушила контракт со своим нанимателем я был уверен что из-за этого меня найдут и убьют поскольку вы здесь это наверное значит что тревожиться больше нечем полагаемый предыдущий наниматель уже не в том состоянии чтобы искать меня и вообще состоянии что-нибудь делать твоя боятся не боятся пожалуйста ладно пойдем посмотрим что там с компьютером ну здесь просто с не появился диалог с главным когтем потому что мы опять-таки слабоумны он нас его просит починить поэтому посмотрим что с ними так что будете делать диагностику запустим конечно устройство работы на голосовой команды что будет делать заглянем внутрь продаж продавшись сквозь нагромождение кабелей печатных плат вы выясняете что поломка была намеренной это саботаж одна из печатных плат модуль распознавания речи пришла полный гонности ремонту не подлежит ее необходимо заменить теперь осталось только найти исправленный модуль на замену его найдем чего надо пожалуйста смотри что хочешь только ничего не трогать тут очень тонкое оборудование мы отток осмотреть не трогать ладно погнали погнали к шаману относить гек я вот не помню упор то ли он должен напасть на нас если мы не починили если у нас есть гек по моему как-то слишком просто по моему нельзя было просто так взять гек вынести отсюда избранный ладно чувак я иду иду уже не идем отсюда идем пусть пока с пистолета стреляет и даже маленький опасный все что такой бестолковый то стимулятор взял использовал так торговая улица так 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 вот здесь торговец есть для того чтобы улучшить нам супер кулак наш нам надо будет использовать все-таки ментант 1 так диалог смотрим добро пожаловать мистер меня зовут элридж хочешь подобрать себе что-нибудь в кобуру ага кобуру критически вас осматривает там по нашему город раба элла хочешь посмотреть что у нас здесь есть друг мой раб элт как раз по моему то что у него ходит там в подвале а шо это такое твоя есть у нас здесь разборчивый посетитель а что ж иногда какой-то ценные вещи продают попадают и ко мне например вот это показывает нечто странное нас настоящий двойной технологии на разве не что-то это красивый пластиковый квадрат с дырочками по которому проведены железные линии на нем есть на пи на нем еще написаны какие-то закорючки он напоминает вам печат печатные пряники у вас текут слюнки моя нравится вкусная доска 3000 баксов без торга лана-лана улыбаться потирает руки пока что вы выкладываете деньги на стол отлично держи что-нибудь еще а вот он кстати модуль голосового управления короче он нам якобы его впарил потому что он сам дебил не лучше нас не знаешь что такое его можно по обычным способом купить можно вот взять и даже с низких с низким интеллектом ну это квестовая вещь поэтому поэтому вот так металлическая броня мод 2 по моему броня они это обычная броня на есть еще такая же только тесла на светится давай возьмем журнал что у тебя как-то слабовато слушай ну заберем деньги свои на импульс на гранат она по моему только против роботов так хотя шо у нас еще есть на продажи то снайперская винтовка кастет нас забирает противоядие нафиг отсюда вообще все шпионил плата состоящая из нескольких неопознанных частей микрофона на ярлыке написано модуль распознавания голоса волтак то есть понятно что это именно то что нам нужно здесь есть такая странная дверь она к это запоговано или что дверь заперта вот мы берем взлом нажимаем и ничего на экране вообще не происходит то есть не опыта не получаем не написано открываемые или нет но мы и открываем так динамит берем ремонт так тут вам ничего не надо вообще эти собаки пойти они должны поднимать панику типа и вроде он как бы сюда прибегает может это было как-то в моих снах и точно не помню о пистолет так броню в баню так мусор какой-то ого здесь вот еще один гаечный ключ есть но мы к вас тут уже сдали но в принципе то больше и не нужен по моему давайте заберем ладно динамит тоже пригодится какая-то рация как максимально чё так быстро что ж такое сколько он весит так ладно надо кисаде отдать его патроны на забирай на тебе еще пару стимпаков на всякий случай пушка так здесь находится пасхальное яйцо куриное яйцо сварено вкрутую и раскрашено разными цветами ну как бы оно пасхальное яйцо и в африке пасхальное яйцо то есть только тут оно в прямом смысле пасхальное техническое руководство что за техническое руководство это ничего не даст так вот этот чувак нам нужен будет ментант но если у нас низкий интеллект будет довольно такой интересный разговор паре с внешностью дебила смотрит на вас улыбаясь безумным кто на его рубашке вы видите нашивку на которой распис рукописным шрифтом написано элджернон бум кто нам счет ваше оружие он восхищается он восхищенно на него показывает бум бум ха-ха элджернон издает булькающий смех а потом наводит на вас палец как пистолета бам-бам ума я сдох моя пошел куда получше ну мы можем ответить вот не попал не попал получи навести на него палец как пистолета пиф-паф лицо элджерона принимает потрясенное выражение он медленно переводит взгляд на то место куда мы куда в него попали внезав там пошатывается закатывает глаза и падает мертвым эл твоя окей он не двигается похлопать по лицу он встает и даже он не встает и даже не дышит короче он умирает вот такой вот момент тут довольно смешной мы естественно загрузимся он нам нужен живым так где наш ментант мы один сожрём так хочешь посмотреть на оружие что вы хотите ему дать один из пистолетов винтовка дать ваше холодное оружие которое вот мы ему даем силовой кастет дать один из пистолетов какой магнум 044 окей и давайте мы винтовку дадим ружье кольт вот он короче у у ул у этот к теме патроны счет плазменную винтовка может улучшить короче все 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 что улучшается он улучшает так я что не понял вот ускоритель заряжания революр магнум калибра на числе ускорительного заряжания то есть он по идее заряжается быстрее у нас сейчас куда-то а мы просто пальнуть не можем так а ну стоп так ладно мы дадим его кэссиди его по-моему не достал вот он нам кулак улучшил стал он помощнее супер кастет и вот на обычно охотничьи ружье он ставит прицел еще вообще-то как бы стоит кучу денег если это улучшать у техников за деньги на юзы и пасхальное яйцо бери так мы можем в принципе взять вот лучше оружие ну естественно возьмет панкер джек хаммер ну ладно мы этот пистолет заберем продадим этот пускай у него пока будет мало патроны закончатся все погнали ну вот такой вот прикол в общем есть ну на самом деле немногие об этом знали в свое время я тоже об этом не знал мне вот буквально это сказал друг один еще когда играл fallout у меня то интернета особо не было то есть нельзя было нигде почитать что что где и как то есть все просто с друзьями проходили потом в конце дня обменивали скажем так впечатлениями кто что нашел где был ну вот когда один товарищ рассказал про этого чувака который бесплатно греет оружие у всех просто глаза на лупо вылазили ну потому что это действительно круто караваны с дыры не пошли в жопу идите назад в дыру так то что ж такое так ну шаман у нас тут лежит полумертвым избранный черная тень добралась до нас раньше тебя как могли мы взвалить такую ношу на твои плечи твой народ пленен да их нет пришли темные души прилетели на железных птицах как стая саранчи это не меня называют дебилом да под сверкающей шкурой о это круто нет не круто не круто они похитили наших людей и увезли их на юго-запад ох да боль и горечь я остался между мирами чтобы дождаться тебя избранный спаси свой народ избранный умоляю вникни в мои слова о да иди на юго-запад на юг и на запад спаси наш народ спаси наш народ слава предкам теперь моя душа сольется с вечной песней легкого тебе пути избранный марш иди пока пока ну в общем я думаю пока мы трансляцию остановим с и сей 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 назовем не знаю ласт пускай будет так быстро и сейф здесь ну ну значит как бы все понятно наш народ украли навара повезли на свою там какую-то нефтяную вышку а суть в том что сны шаманы нас больше тревожить не будут ну и по сути мы с этого момента отправляются в вольное плавание мы можем делать что что хотим идти куда хотим и у нас на это есть где то наверное еще лет двенадцать наблуждания нам открыли значит навара ну собственно и оттуда уже начнется наше путешествие в сан-франциско ну и так далее ну я думаю для начала возможно мы зайдем еще в наши старые города потихоньку в кламору дыру посмотрим какие квесты мы сможем там выполнить с помощью нашего ментанта а может и не будем я еще подумаю что и как для того чтобы в принципе починить базу гека нам тоже понадобится немало ну хотя ладно не знаю может пойдем в модах все таки с этой фирмы ужасов порешаем посмотрим короче пойдем поставим в убежище себе пару имплантов разберемся тут в broken hills я поделаем каких-то пару квестов потом в рейдинге ну в общем как то так ну спасибо до свидания 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 Продолжение следует...